Ветераны Волгограда бывшее Кочинское училище может стать базой для Суворовского училища. 21 декабря 2018 года ТАСС Ветераны Волгограда, бывшее Кочинское училище может стать базой для Суворовского училища. Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с Суворовского или Нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото будущий министр обороны России. Источник изображения, МОЭРФ, председатель Совета ветеранов города Александр Струков добавил, что на территории бывшего училища есть все необходимые условия Волгоград, 20 декабря. Бывшее Кочинское высшее военное авиационное училище в Волгограде могло бы стать основой для создания Суворовского училища. Такое мнение выразил ТАСС-председатель Совета ветеранов войны, военной службы и правоохранительных органов Волгограда Александр Струков. На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналист из Волгограда обратился к главе государства с просьбой подумать о возможном восстановлении Кочинского училища, которое было закрыто в 1998 году. Президент обещал рассмотреть такую возможность. Позиция ветеранского сообщества «Если не возродить Кочинское училище, то использовать его базу для создания в Волгограде Суворовского училища – это будет и патриотизм, и воинское, нравственное воспитание. Чтобы мальчишки росли настоящими мужчинами, защитниками», – сказал Струков. Он напомнил, что с идеей создать Суворовское училище ветераны обращались к президенту во время его визита в Волгоград 2 февраля 2018 года на праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве. Идея его создать была давно. «Это отличный шанс на базе бывшего летного училища создать Суворовское», – отметил председатель Совета. Он считает, что на территории бывшего училища есть все необходимые условия. С 1954 года Кочинское высшее военное и авиационное училище располагалось в Волгограде. За всю историю в нем было подготовлено 352 героя Советского Союза и России, 120 военных заслуженных летчиков, 12 маршалов авиации, 5 летчиков-космонавтов. По постановлению правительства РФ на базе Армавирского и Кочинского авиационных военных училищ создали Армавирские авиационные военные ордена Ленина Краснознаменный институт. Сейчас на территории бывшего училища располагается одна из воинских частей 20-й мотострелковой бригады. 20 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат ТАСС. Материал размещен правообладателям в открытом доступе. Продолжение следует...